Новое озеленение, подсветка ночная, декоративная, установленная и уличная мебель. Плитка на этом участке прогулочной зоны микрорайона Мамайка, которая простирается вдоль реки Псахэ, тоже поменялась. Местные жители изменения уже оценили. Я видела, как раньше было и как сейчас. Мы даже выйти отсюда не хотим, хоть начусь здесь. Вечером еще не видели подсветки везде, все. Красоту видели в центре, но у нас красивее здесь сейчас. Ремонт полукилометрового участка набережной сделал один из застройщиков, который возводит напротив свой объект. А вот остальная часть этой прогулочной зоны до сих пор выглядит, мягко говоря, нереспектабельно, отметил мэр. Я их собрал, людей этих, сказал, что ребята, вы тут поразбивали все, ничего ж не сделали, ни дороги не сделали, ни налогистика не сделали. Ну, один говорил нам, я сделаю. Ну, он до этого собирался делать. А почему остальные ничего не делают? Задача поставлена – привести к единому облику набережную вдоль реки Псахэ к середине июня. Контролировать ход реконструкции этой прогулочной зоны мэр поручил своему заместителю Мугдину Чермиту. Кстати, под руководством которого и была выполнена реконструкция части набережной. Местные жители обратили внимание главы города еще на одну проблему. По их словам, изменений в подходе к благоустройству требуют и пляжи Мамайки. Их в этой части города два. Узкая полоса прибрежная. Потом чистота, санитарное состояние в очень неудовлетворительном состоянии в период отдыха. Потому что ни одной урны, как вы заметили, нет. Нет души. То есть, негде сполоснуться, негде помыть фрукты. То есть, в принципе, люди приходят некоторые на полдня с детьми. Никаких условий для этого нет. Решение было принято, как говорится, на месте. Арендаторы у этих муниципальных пляжей поменялись. Задача перед бизнесменами и управлением по курортному делу и туризму – к 1 июня завершить отсыпку зон отдыха, довести их до норматива в 50 метров. Предстоит также очистить дно от опасных предметов. Помимо этого, глава города поручил разобраться с самовольным захватом участка пляжной зоны. Также мэрия будет разбираться, как владельцу этого отеля удалось построить его фактически на пляжной территории. Глава курорта потребовала от своих подчиненных предпринять все законные меры, чтобы эти сооружения были снесены. А для удобства как местных жителей, так и гостей курорта, которые приезжают к морю на личном транспорте, рядом с муниципальными пляжами решено обустроить охраняемую парковку всего в двух минутах ходьбы от пляжа.